Приветствую вас и да, вам стоит обратиться к специалисту, к психологу и проработать с ним комплексы, потому что именно они мешают вам получать удовольствие от общения с молодым человеком, именно они заставляют вас чувствовать себя неуверенно, и именно они не позволяют вам быть спокойной и относиться доброзелательно, нейтрально к тому, что молодой человек вам не так активно отвечает. Что такое комплексы? Комплексы это ложные понятия о себе, комплексы это определенные переживания, объективно закрепленные, комплексы это наличие причин и следственных связей между теми объектами, между теми ситуациями, людьми, отношением этих людей, между которыми этих связей нет. То есть иными словами, если, например, вот вы крупная девушка и если у вас, например, например, проблема с поиском мужчины, если вы не можете найти мужчину, то есть вы одна, значит, вам тяжело найти мужчину, допустим, то вы думаете, что проблема у вас. То есть проблема в том, что вы просто не подходите, да, вы не красивая, не привлекательная и так далее. Но в действительности проблема не в вас, а в том, что, например, стереотипы такие. Или что мужчины как бы обращают внимание только на общий признанный стандарт внешности и не более того. Но все это, по большому счету, исключает наличие серьезных отношений. Потому что получается так, что либо вы подходите, да, людям, ну либо вы подходите, например, вот мужчине, либо нет. Сразу. А если вы не подходите мужчине сразу, то и отношения не получаются. При этом вы, допустим, считаете, что если отношения сразу не получились, да, то уже не получится. У вас уже нет шансов. Ну, допустим, это я вот такой пример привожу. И вы забываете о том, что вы в душе прекрасный человек, что у вас есть аура, у вас есть энергия, у вас есть духовность, внутренний мир, которые могут быть дороги другим людям, а не только, например, вашим родителям. Но это все нужно показать. А вы не показываете, потому что думаете, что из-за того, что вы крупные, вы неинтересны. Вы только себе нажимаетесь. Вот это примерно раскрывает то, что я говорю о неверных понятиях, о связях, причинно-следственных связях. То есть вы думаете, что причинно-следственная связь одна, а она в действительности другая, либо ее вообще нет. И, например, в социативных комплексах целый ряд есть обстоятельств, которые человек интерпретирует как наступление того обстоятельства, которым он боится. Но в действительности понятно, что нет никакой связи, и понятно, что все это только лишь в восприятии человека присутствует. Ну, значит, что можно сделать? Ну, во-первых, во-первых, можно и нужно прианализировать обстоятельства, в результате которых у вас появились эти комплексы. Это первое. Дать вам истинные понятия относительно этого. Разбить причинно-следственные связи, которые сейчас имеются у вас. И, соответственно, тогда вам будет легче и прочее. Если говорить о самооценке, то она напрямую упирается в то, значит, принимаете ли вы себя, и чего именно в себе вы не принимаете. То есть это вот такой важный момент тоже в этой ситуации. То есть тут нужно разбираться, что именно вы себе не принимаете, почему считаете это недостатком. То есть, опять же, необходимо корректировать ваше представление о себе. Далее, я вам рекомендую прочитать книгу, которая называется «Я умею прыгать». Через лужин. Вот. И, соответственно, прочтите ее. Она вам поможет, она вам даст необходимую информацию о том, что с вами происходит. Ну и, в любом случае, вы сможете для себя узнать что-то новое, прочитав эту книгу. Я умею прыгать через лужин. Она доступна в интернете бесплатно. Вот. То есть, да, вам нужно к психологу обратиться и, собственно, с психологом по этим направлениям поработать. То есть, и по отношениям с молодым человеком, как вы их выстраиваете. И, соответственно, по отношению к себе. Вот. То есть, эээээ... Вот так. Итак, впервые я рекомендую вам почитать книжку, а потом по тем моментам, которые для вас, например, останутся неясными, по тем моментам поработать и их подкорректировать. Именно так мне видится стратегия и план работы с вашей проблемой, поэтому подумайте, решите и выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним работать. Что касается того, что вы переживаете, то здесь поможет переключение внимания. То есть, если вы будете отвлекаться на свои дела, если вы будете заниматься своими какими-то заботами, хобби, увлечениями и так далее, и так далее, и так далее, то это будет намного лучше. Опять же, если вы в себе не уверены, то вы могли бы подумать, в чем именно. И поставить себе цель, ну, например, вы не уверены в том, что, допустим, что-то может. Цель поставили, разбили на задачи и начали этой цели добиваться через выполнение задачи. Ну и увидели результат и перестали быть так, мы не уверены в себе, стали более уверены. Далее, ваша приводность, она связана с тем, может быть, что вы боитесь, возможно, молодого человека потерять. То есть, для вас страстно, если он из вашей жизни уйдет. Здесь твой момент, момент, почему? Если вы боитесь, значит, вы не свободны. Если вы боитесь, значит, вы не можете быть самой собой. А если вы не можете быть самой собой, то вы не можете заниматься в отношениях достойное вам место. И получается, что молодой человек, он не только с вами в отношениях, в отношениях, а сколько именно с тем, или точнее с той, значит, кто пытается быть. То есть, вы пытаетесь быть кем-то, но в действительности у вас не получается. А что было бы, если бы вы не боялись, вот, что было бы, если бы вы не боялись его потерять? Как бы вы себя вели в этом случае, если бы у вас не было опасений потерять человека? То есть, подумайте на эту тему, подумайте, как бы вы себя чувствовали. И я полагаю, что многие вещи вам, ну, станут понятнее. То есть, тут еще вот такие важные нюансы есть, которые необходимо тоже прям проанализировать. Если вы боитесь, что молодой человек уйдет, например, то почему именно этого вы боитесь? Чем для нас это граждане? С его изменениями представления о себе. Но ведь, вы же не можете ставить свою самооценку в зависимости от мнения других людей? Наверное, нет. Но вы это делаете. Значит, опять же, это неуверенность в себе. Недоверенность в себе, вы не разрешаете себе быть той, кто вы есть. Вот вы говорите, что я хочу, там, ну, работать над своим, над своим весом, да? Хочу привести себя в форму. Важно понять, зачем вы это делаете. Это для себя, это одно. Тут главное, чтобы не вредило. Вам, ну, чтобы не во вред был. А если для другого, например, для молодого человека, то получается, что вы ориентируетесь на него, не на себя. И получается, что вы живете для него, а не для себя. И живя для него, вы подавляете себя, свои желания, свои потребности, которые копятся. И обязательно, как-то вот в своем компенсаторном проявлении дадут о себе знать. И это будет не очень хорошо для вас, по крайней мере. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.